Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы открываем наш видеоблог магазина GuitarSip. В нашем видеоблоге мы будем рассказывать о музыкальных инструментах, преимущественно о японских. Мы будем говорить о их истории, их конструкции, их звучании. И будем раскрывать темы, на которые есть самые интересующие вопросы. Привет! Я Вова, это GuitarSip. Сегодня мы поговорим о гитарах Лиспола, фильмах Бёрни. Вот вроде бы, казалось бы, 10 лет уже живем в 21 веке, есть куча информации, абсолютно интернет, абсолютно доступен, но люди продолжают все время задавать вопросы о том, как отличить японский Бёрни от китайского. Почему это японский Бёрни, почему не китайский Бёрни, чем докажешь и так далее. Ну вот, сегодня мы обозначим несколько основных узлов, по которым можно отличить практически с первого взгляда. Ну и вкратце расскажем, как это сделать на практике. Вот у меня в руках Лиспола от Бёрни LC70R. Основные узлы, по которым можно легко отличить, допустим, японца от китайца, на, собственно, вот следующие. Передняя часть головы, задняя часть головы, грифы. Место в клейке грифа, то есть, когда будем показывать, мы датчик снимем, там будет видно много чего интересного. Ну вот, и, собственно, темброблок. Скажу сразу, то, о чем сейчас мы будем говорить, очень многие уже, скорее всего, об этом знают, но поскольку вопросы продолжают задаваться, то знают, видимо, не все. В общем, мы будем исправлять. Зона номер один. В принципе, да, ну вот если речь идет о Лиспол Кастом, копии Лиспол Кастом, то отличается все просто сразу же, глядя вот на переднюю сторону, переднюю часть головы грифа. Значит, вот у нас, слева у нас японец, справа у нас китаец. Сразу глаза бросающие в отличие. Ну, в принципе, скорее всего, не все это заметят, да, и, может быть, не на всех это присутствует, там тоже все зависит, ну, тоже от степени старения гитары. Чуть пожелтейший шрифт. Ну, как бы это ни главное, да. Главное дальше, эмблема. На всех японцах есть на японцах копии ЛП Кастом два варианта. Либо вот этот вот ромб в форме, там, что-то подобное молнии, да, либо ромб классический. На китайцах вот такая вот интересная штука, да. То есть сейчас, значит, подчеркну, что речь идет именно о старых японцах, потому что, ну, они вообще, в принципе, наиболее распространены. Сейчас многие поступают с аукционов, кто-то там с рук, с аукционов, очень много, да. Современные японцы, да, вот подобные, они, собственно говоря, есть только две модели. Это верхняя линейка РЛЦ-115 и РЛГ-105. Ну, они стоят, в общем-то, достаточно сейчас прилично, да, то есть, грубо говоря, за те же там 20 тысяч рублей, как вот там среди, да, какие-то вот эти японские купили-сполы, их не найти, поэтому, в принципе, сейчас о них не речь не идет. Второй момент. Крышка анкера. У японцев она на двух болтах, у китайцев на трех. Ну, причем чуть-чуть другой формы, да. Казалось бы, кто-то может сказать, что ну, то мешает выбросить одну, поставить другую и так далее, но дырек-то все равно три, поэтому тут от этого никуда не денешься. Ну, вот, значит, в плане копий или сполл стандарт, здесь немножко, в принципе, тоже не такая сложная ситуация, там, конечно, эмблем нету, да, на грифе там, написано у них там супер прейд, супер грейд и так далее, вот, но крышка с соответствующими дырками всегда остается. Зона вторая, задняя часть головы грифа. Значит, очень много появляется вопросов такого плана. А вот у нее нет серийника, что это такое, где она там взята. Значит, вообще говоря, первое правило для старых японских Бёрни, у них, у большинства нет серийника. На голове грифа вот особенно. Они были в конце 70-х, там, несколько лет, но это недолго. Вот. Ну, и появились потом, где-то примерно с, что-то с 96-го года, и то под датчиком. То есть не здесь. На японцах здесь серийников нет. А на китайцах существует всегда серийник вполне определенного формата. ФГ, и дальше куча цифр. Зона номер три. Вклейка грифа. Китаец, японец. Значит, китаец. Внутри. Смотрим. Более грубые черты, ну, вот вырезки, да. Вот, допустим, вот этот вот идёт жёлоб под провода. Дырки, в которые выходят провода, как вот этот идёт, имеют квадратную форму. Ну, такую, не, скажем так, не скруглённую, в общем-то, да. Вот, ну, здесь, да, японец. Японец. Скруглённые линии вырезов, значит, круглые дырки, по которым идут, выходят провода. Наконец, четвёртая зона. Темброблок. Ну, значит, открытый китаец, открытый японец. Значит, глаза, в принципе, вот так вот, в общем, сразу на первый взгляд бросается то, что китаец, в общем-то, сделан, ну, прямо скажем, культарно, да, вот вырезан темброблок. Гораздо больше дерева вырезано, неровные края. Ну, то есть, ну, понятно, кто-то там скажет, вот, маленький потенциометр и так далее. Ну, по сути, в принципе, это, как бы, на самом деле, это, как бы, роли не играет, то, что это вещи заменимые, да. То есть, выкинул эти, поставил эти там, и всё. Гитара формулы с пол, как известно, артштоп. То есть, у неё верхняя часть, то есть, вот, вот эта вот, идёт горкой. А длина ручек потенциометров, она одинаковая. То есть, ну, и, соответственно, да, то есть, если сзади у нас получаем одинаковую выборку дерева, да, то вот эти вот потенциометры, они будут, у них просто ручки, длины ручек просто не хватит. Там, потому что изнутри дерево гораздо больше, чем под этими. Вот, соответственно, под верхний потенциометр выбирает дерево немножко больше, чем под нижними. И снизу, да, когда вырезают амброблок. У китайцев как-то не очень всё это аккуратно, как бы, сделано. Здесь такими, ещё вот, заусенцы, что ли, от дерева, да, всё это. В общем, вот так. Японцы, в отличие от этого, берут и взяли вот и аккуратно вырезали там по чуть-чуть под каждым из вот этих двух потенциометров. То есть, получилось, в общем, аккуратно всё, как бы, не, ну, красиво даже, да? В заключение можно сказать, что, вообще говоря, совсем не обязательно копаться в потрохах в случае с японскими или китайскими эмберными сполами. Для выявления, определения, японца или китайца, достаточно, достаточно посмотреть на просто голову грифа. То есть, спереди, сзади. Там, где крышка анкера, эмблема, и сиренник, или его отсутствие. Ну вот, в принципе, да, вот как мы говорили, этих первых двух признаков практически всегда бывает достаточно. Ну и, как бы, конечно, главное отличие всегда в звуке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляйтесь в группу ВКонтакте GuitarSip Задавайте вопросы, мы будем отвечать. Предлагайте темы обсуждения. Мы, может быть, сделаем конкретно выпуск по этому вопросу. Заходите на сайт guitarsip.ru Всего доброго!